Дорогие друзья, портал exeged.ru приветствует вас, отвечаем на ваши вопросы. Вопрос такой. Разве может Бог, посылающий страдания людям, пусть и грешным, и создавший ад, быть истинно человеколюбцем? Ну, конечно, может. Дело все в том, что Господь ад, как мы это читаем в Евангелии, Он создал для дьяволов, для демонов, но не для людей. Когда Господь говорит, и пойдут грешники в муку вечную, которая была уготована дьяволом и ангелом его. Причем хочу заметить, что люди идут туда добровольно. Если мы не любим Бога в ответ, то жить с Ним мы сами не захотим. В свое время замечательный философ христианский Льюис так и писал, что врата ада заперты изнутри. Господь создал нас со свободной волей, и если мы не хотим жить с Ним, то у нас именно за счет того, что есть свободная воля, мы можем сказать ему «нет, не хочу с тобой жить». И тогда человек и правда выберет ад сам, хотя Господь этого не хочет. Господь уже сказал, я хочу, чтобы все спаслись и все пришли в познание истины. И еще Господь говорит, нет радости на небе более, чем радость об одном грешнике кающемся. То есть, когда мы начинаем обращаться в сторону света, это самая большая радость на небе. А что касаемо страданий, то зачем здесь про Бога-то говорить? Чаще всего, в большинстве случаев, страдания — это следствие наших собственных же ошибок. Прямо пишет апостол Иаков, Господь Бог не испытывает нас, не искушает. Мы сами искушаемся собственными похотями. Если я ходил без шапки, а потом простудился, то разве Господь Бог послал мне простуду? Нет. Бывает редко, когда Господь и правда нас через какое-то страдание останавливает, но он останавливает ради блага. В конце концов, когда мой ребеночек хочет засунуть пальчиков в розетку, а я его останавливаю, а ребеночек кричит, папа, не останавливай меня, там ты делаешь мне больно, там останови меня, я хочу пальчиков в розетку всунуть, то если я все-таки дам это возможность сделать, тогда получается я плохой отец. Поэтому приписывать Богу, что вот он такой злой, что посылать нам страдания, не стоит. Надо просто честно смотреть на последствия собственных действий, и все сразу станет понятно. Помоги Господи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok